Здравствуйте! Разгар лета, основные посадки уже сделаны, основной урожай еще не вырос. Время позаботиться о декоративных кустарниках. И сегодня поближе с разновидностями всевозможных красивых кустарников нас познакомит Валентина Петровна Шаповалова. Валентина Петровна, у вас просто настоящий ботанический сад на участке. Что это за красота такая? Расскажите, пожалуйста. Это мое любимое такое растение – пузырник калинолистный бордовый. Пузырник калинолистный бордовый. Видите, листочки, как у Калины. Очень красивые. Вот он цветет. А у меня еще есть такое же точно. Я зачеренковала два череночка. Будет красными такими цвести. Вот мне очень нравится. У нее такая плакучая форма. Вот такие кисточки, веточки просто поникают, поникшие. Я смотрю, вы его даже немножечко... Я его связала, да, чтобы ему лучше было. Он, видите, и вверх, и нижние у него вот такие плакучие. Следующее растение – это? А следующее – барбарис. Пойдемте посмотрим барбарис. Барбарис. Это съедобный барбарис, Валентина Петровна? Это декоративный, но ягоды тоже съедобные у него. Ягодки, если на хорошее лето, воды достаточно, они будут крупные, такие кисточками прямо. Он, конечно, колючий, но их просто так, они хорошо обрываются, обрезать можно. А что вы с ягодками делаете? А ягодки очень полезные. Во-первых, они выводят тяжелый металл из организма и очень хорошо действуют на суставы, на больные. У кого больные суставы, и очень хорошо этот барбарис. А потом я еще теперь, вот когда собираю, сушу и мариную мясо, рыбу, курицу. Я вместо лимона или уксуса добавляю эти ягодки. Сушеные ягодки просто их протереть, превратить в пыль и посыпать. И очень вкусно и полезно, и никакой химии. Все замечательно. Мариновать очень хорошо. А это что за желтый красавец у вас? Это бузина, бузина желтая, рассеченная. Уж не та ли самая бузина, которой боятся все кроты? Да, да. Это она и есть, да? А надо, как арты, всю бузину бояться. Бузин же очень много. Есть простая бузина, есть сильно-сильно такая, как укроп, листья рассеченная. Это желтая. Очень красивая. Это еще, кроме того, декоративная и красивая. Видите, она элегантная такая. И, конечно, рядом с красной. С красной, да, очень хорошо. А еще я видела у вас какое-то необыкновенное растение. Хотелось бы о нем узнать поподробнее. Пойдемте, я вам его покажу. Вот это растение, которое меня заинтересовало. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Такое необычное какое-то. Это бузульник прижевальского. Рогатый называется. Почему интересно прижевальского? А у меня их много, три вида бузульников. Это рогатый, это последний бузульник. Всем бузульникам нужна тень. Он цветет очень красиво желтыми цветочками. Много-много цветочков желтых у него. И очень красиво. Я вообще очень люблю резные листья. Он такой вот рогатый. И хорошо размножился уже. Хороший кустик был, одна веточка, уже хорошо размножился. Единственный недостаток, что любит очень воду и тень. Вот такое место. Вот под Ивой посажено около туйки. Здесь вот тенечек. Ну, а сейчас дождей много, так ему как раз воды хватает. Валентина Петровна, а это что за редкое растение? Похоже и на ревень, и на клен одновременно. Это что-то декоративное, я догадываюсь. Да, это декоративный ревень. Это очень редкое растение. Оно еще у меня, ему всего два года. Ну, по нижним листьям не скажешь, что два года. Два года, два года. Если бы я, конечно, знала, что оно было такое шикарное, но я знала, что оно большое растет. Но я бы его в другое место. Теперь мне, конечно, пересадить его трудно будет. Я просто не хочу его поранить. Листья такие очень красивые с обратной стороны. Вот такие вот красные. Видите, какие листья. Но на него нападает клоп. Клоп я клопа собирала всю весну. Вот он начал цвести, я цветоносы тоже убрала. Оно будет больше двух метров. И будет напоминать просто такой декоративный, ну, не знаю, может, пальму какую. А листья, Светлана Бедровна, они засыхают осенью, да? Оно пропадает. Оно как ревень, да, обычный? Да, пропадает, да, пропадает все. А весной такие выходят. То есть это вот они буквально за весну и начало лета вот такие вот огромные листья. Вот они такие, да. Он когда будет двухметровый, так под ним можно будет аж сидеть, от солнышка прятаться. Но он год больше двух метров. Ну, необыкновенно украшает сад. Необыкновенно, да. Я его очень хотела, очень искала. Но вот в одном месте нашла. Валентина Петровна, вы рассказывали, что сами опыляете кабачки. А помидоры вы тоже сами опыляете? Да, тоже, тоже бурной кислотой. Просто опрыскиваете из впрыскалки, да? Да, да, там у меня где-то 300 граммов бутылочка. Я наливаю, ее достаточно хватает. И тогда завязывание не отваливается? Нет, да, завязывается. И нужно три раза в лето обязательно. Это же микроэлемент останется, который под корень полейте, но не больше литра. Бурную кислоту и марганцовку, и соду чайную, не больше литра под корень. Валентина Петровна, я вот смотрю, у вас тут салат. Кстати, совсем недавно у меня спросили, а как правильно салат срезать или выдергивать и подсеивать новый? Вам как больше нравится? Как нравится? Я никогда его не срезала. А теперь видно, ну, столько всяких наслушаешься, что такие заболевания такие, думаю, что в земле ведь всего тоже полно. Думаю, давай буду я срезать, а потом, когда корешочек подсохнет, его же легко удалю и все. И вот я срезала, у меня ножницы здесь длинные, аккуратненько, оставила 5 сантиметров от земли, у меня листочки все чистые. Я, значит, и где-то дня через три пришла, через четыре, думаю, удалить. Прихожу, а у меня на этом месте новые салаты растут. И я думаю, ничего себе. И так выходит, что и сажать больше не надо. Не обязательно подсеивать, да, просто оставить корешок. Я, значит, теперь, видите, здесь срезала, там срезала, там выросла, теперь здесь срезала, здесь выросла, там срезала, тут выросла. И у меня теперь, вот, видите, немного насажена. Работа облегчилась. И мы все уже салаты, считай, больше месяца едим салаты.